МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Традиционные казачьи поминовения. Тиховский, Гречишкинский, Липкинский Сегодня неотъемлемая часть возрождения кубанского казачества. Каждый год казаки вспоминают своих по-настоящему легендарных героев, дедов и прадедов, которые в разный период истории показали образцы беспримерного мужества и сложили головы, защищая рубежи Отечества. В особом ряду Чемлыкские и Даховские поминовения. На них вспоминают казаков, жертв гражданской братоубийственной войны. Не было в России времени, когда казаку было бы легко. Истории документально и хорошо известна многострадальная и многотрудная жизнь казака, осваивавшего Прикубанский край, и тяжелая доля казака-воина, защитника русских границ. И везде казак в центре событий, на острие борьбы и истории, без оглядки жертвует собой ради интересов державы. И не знает он другой судьбы, как служить родному Отечеству и народу. В первую субботу мая казаки поминают героев-защитников Ольгинского кордона, которые пошли на верную смерть, спасая родные станицы от набега. Именно этим днем открывается календарь казачьих поминовений. 18 января 1810 года, за несколько лет до начала Кавказской войны, около 4 тысяч закубанских горцев с территории подконтрольной Турции напали на Черноморскую кордонную линию. Удар принял на себя 4-й конный полк из 153 казаков под командованием полковника Льва Лукьяновича Тиховского. У казаков был шанс скрыться в ближайшем лесу и спастись. Но они приняли бой. В живых не осталось никого. Ценой собственных жизней черноморские казаки спасли станицу Ивановскую и Старонежестеблиевскую. Своих героев станичники похоронили у Ольгинского кордона в братской могиле. Именно здесь в 1991 году были проведены первые казачьи поминовения, получившие название Тиховские. Память, связующая нить поколений. Дабы она не прерывалась, необходимо помнить о подвигах павшей. В первую субботу сентября казаки вспоминают подвиг сотника Андрея Леонтьевича Гречишкина. Во время Кавказской войны навсегда прославила станицу Тифлискую и Казанскую и ушла в бессмертие возглавляемая им неполная сотня казаков. Они погибли, не пропустив казачьим станицам почти в 10 раз превосходивших их по численности горцев. 14 сентября 1829 года казаки станиц Тифлиская, ныне Тбилисская и Казанская, под предводительством сотника Андрея Гречишкина, двинулись к песчаному броду реки Зеленчук. За три версты дозор разглядел группу верховых. Их командир, приблизившись к казакам, сказал Гречишкину, «Вас горсть, а у меня 500 человек». «Кто может вас упрекнуть, если вы сдадитесь?» Гречишкин ответил, «У тебя своя задача, а у нас своя присяга, и мы от нее не отступим». И 67 казаков вступили в бой. Чтобы не попасть под прицельный огонь, казакам пришлось использовать естественное заграждение. Пересили в себя, рыдая, они закололи своих верных коней. Героически отразили три атаки врага, имевшего пятикратное превосходство. Но четвертое оказалось им не по силам. В живых казаков не осталось никого. На месте братской могилы благородные потомки построили церковь святого Георгия Победоносца. После Великой Отечественной войны ее разрушили. Сегодня здесь, на месте проведения гречишкинских поминовений, стоит крест. Поминовение – это не только сложившийся ежегодный ритуал, но и возможность общения старших и младших. Бессмертным остается подвиг у Георгиевского поста при липках в станице Неберджаевской Крымского района. Георгиевский пост располагался на берегу реки Неберджай, у Липовой рощи, и был одним из 20 постов Адагумской укрепленной линии, построенной в середине XIX века для связи правобережной Кубани с берегом Черного моря. В ночь с 3 на 4 сентября 1862 года Георгиевскому посту, где в тот момент находилось 35 казаков под командованием Ефима Мироновича Горбатко, вышло около 4000 горцев. Они хотели напасть на станицу Верхнебаканскую. В этом внезапном и жестоком бою вместе с сотником Горбатко принимала участие и его жена. Его гибель воодушевила неприятелей, которые тут же бросились к его телу, чтобы отрубить голову. С ружьем в руках офицерская жена Марианна Горбатко преградила путь врагам. Одного она сразила выстрелом, другого заколола штыком, за что была немедленно убита. Казаки, оставшиеся в живых, укрылись в казарме полуземлянки и продолжали вести бой. Отстреливались до последнего патрона. Горцы подожгли казарму. Все сгорели и ни один не сдался. Похоронили погибших казаков у поста на берегу речки Неберджай. Сейчас это место сокрыто водами водохранилища. Остальных в братской могиле на кладбище станицы Неберджаевской. С 1920 года он был заброшен. Затем перенесен на другое место, где с 90-х годов проводятся липкинские поминовения. Ежегодно сюда приезжают казаки со всех казачьих отделов. Настает час, когда останки почивших придаются земле, где будут покоиться до конца времен и всеобщего воскресения. Но любовь матери церкви к своим чадам, павшим вратном бою, не иссякает. Казаки не забывают о таких спорных событиях, как братоубийственная гражданская война. Два года назад по инициативе войскового атамана казачьего генерала Николая Александровича Далуды у кубанского казачьего войска появились новые поминовения – Чамлыкские. Они отмечаются 5 июня, в день, когда красноармейцы жестоко казнили 940 казаков. С 1918 года с приближением добровольческой армии генерала Деникина к территории Кубанского края, которая была уже во власти красных, в станицах Лобинского отдела, в канун праздника Святой Троицы вспыхнуло восстание казаков. Получившей название Троицкое восстание не удалось. И красные залили казаков морем крови. Причем на стороне большевиков были и сами казаки. Особенно пострадали станицы Упорная, Лобинская, Засовская, Владимирская и Чамлыкская. За три дня в Чамлыкской были жестоко казнены 940 человек. В июне 2009 года на месте расправы был установлен поклонный крест, куда заложена капсула с именами всех безвинно павших казаков. Современные продолжатели казачьего рода дают клятву и принимают присягу здесь, у памятного креста. Еще одно свидетельство трагедии гражданской войны – Даховские поминовения. В сентябре 1920 года после подавления частями Красной Армии восстание генерала Фостикова по станицам и хуторам Майкопского и Лобинского отделов прошли карательные рейды, повлекшие массовые расстрелы казаков. В станице Даховской арестовали двух священников и 107 казаков. Их вывели на северную окраину станицы, где были замаскированы пулеметы. С места расстрела удалось спастись только двои. В 1992 году по инициативе внука расстрелянного казака Гольцева Майкопский отдел установил памятник безвинно погибшим станичникам. С тех пор, каждый сентябрь, здесь проводятся Даховские поминовения, куда съезжаются казаки Майкопского, Лобинского, Екатеринодарского отделов и Черноморского округа, чтобы отдать дань памяти всем безвинно убиенным казакам. Еще одни поминовения, в которых казаки вспоминают события гражданской войны – Корниловские. 9 февраля 1918 года добровольческая армия под предводительством сибирского казака Лавра Георгиевича Корнилова выступила в первый кубанский ледяной поход. Попав в окружение, ценой неимоверных усилий армия вырвалась и двинулась на Екатеринодар. 30 марта 1918 года состоялся совет добровольческой армии, на котором решили город штурмовать. На следующий день артиллерийский снаряд противника пробил крышу штаба командующего добровольческой армии, располагавшегося в пригороде Екатеринодара, и смертельно ранил его. Выдающийся российский военачальник, генерал от инфантерии Корнилов, герой русско-японской и Первой мировой войн, умер, не приходя в себя у обрыва над рекой Кубань, куда на руках его перенесли соратники. А маленький саманный домик починили, и он стоит до сих пор, напоминая о борьбе за столицу Кубани. В начале 90-х годов прошлого столетия, по инициативе Федора Бунина, стоявшего у самых истоков возрождения кубанского казачества, на месте гибели генерала был установлен памятник. Сюда же, по минуте генерала, в станицу Елизаветинскую приезжают сотни людей. В одну длинную шеренгу выстраиваются казаки Кубани, Дона, Терека, Крыма, чтобы вспомнить великую историю, написанную кровью наших предков. Здесь все свои. Это то место, где разом прекращается раскол в казачьих обществах и войсках. Это путь к единению. Еще один шаг к гражданскому миру. Не имеющий прошлого, не имеет и будущего. Кто, как не православное казачество Святой Руси, в первую очередь должны помнить своих героев. Поминовения, посвященные тяжелейшим боям под станицей Кущевской в период Великой Отечественной войны, традиционно отмечаются 2 августа. Кущевская атака – первый подвиг казаков в борьбе против фашистских захватчиков на родной Кубани. В этот день, 1942 года, казаки 17-го казачьего кавалерийского корпуса атаковали немецкие войска у Кущевской. Завязались ожесточенные бои за станицу. Три раза Кущевская переходила из рук в руки. В этих ночных атаках казаки 13-й кавалерийской дивизии в составе корпуса уничтожили более тысячи гитлеровцев и около 300 взяли в плен. В 1964 году около станицы, рядом с федеральной трассой Дон, был сооружен памятник кубанскому казаку. А недавно в том же месте появился мемориальный комплекс «Поле казачьей славы». Именно здесь каждый год казаки отдают дань памяти тем, кто вершил победу в Великой войне. Ежегодно 4 апреля, в память об участниках вооруженных столкновений в Приднестровье и Абхазии, казаки кубанского казачьего войска собираются на Славянском кладбище Краснодара у могил своих погибших героев. В 1992 году начался вооруженный конфликт между властями Молдавии и жителями Приднестровья. Поскольку многие жители Приднестровья – это потомки черноморских казаков, кубанское казачье войско не могло остаться в стороне. Более 120 казаков-добровольцев отправились на границу с Молдавией. Вернулись домой не все, пятеро погибли. Это Александр Берлезов, Николай Петин, Валерий Татаренко, Сергей Денисов и Алексей Антонов. Рядом с ними похоронен еще один казак – Анатолий Сидоренко, погибший в октябре того же года в Абхазии. Будучи комендантом города Сухуми, он накрыл собой гранату, брошенную в толпу людей. Есть у кубанских казаков еще одни поминовения. Но в основе их лежит не трагическая дата, а историческое событие, отмечаемое большим праздником в честь казаков, осваивавших земли правобережной Кубани и Тамани, дарованные им императрицей Екатериной II. 25 августа 1792 года на Таманский берег высадилась первая партия черноморских казаков. Для начала они основали 40 куреней и церковь во имя покровов Пресвятой Богородицы. Она стала духовным центром первых кубанцев. Именно здесь каждый год в начале сентября с традиционного утреннего молебна начинается празднование годовщины высадки черноморцев на берег Азовского моря, и благословенные молитвы возносятся во славу предков и Отечества. Здесь же, в самом сердце Тамани, у памятника черноморским казакам, открытие которого состоялось в 1911 году, в знак вечной памяти о созидательных трудах предков собираются сотни казаков из всех отделов кубанского казачьего войска и возлагают к постаменту гирлянду из живых цветов. Поминовения на Тамани являются как бы квинтэссенцией всей истории кубанского казачества и отношения казаков к памяти предков, которые осваивали, защищали и прославляли наш край. Субтитры создавал DimaTorzok